Итак, дорогие друзья, мы приглашаем вас насладиться очередной фантастической партией. Ну, я так рассчитываю, если честно, на это, но я думаю, ход слон Е2 после второго хода С5, он крайне редок. Джабан так играл. Почему бы и нет? Король Д2 это уже что-то из... Ну, мы сейчас будем расширяться. Нет, сначала от Шаха уйди. Обидно, обидно. Ну, что не на С3-то? Получил бы мат. Подожди, подожди. Так, ну все, расширяемся. Пока расширяемся. Ну, вот по чуть-чуть. То есть ты понял, где я, да? Я пока не очень. Расскажи мне свой план. Ну, ничего пока страшного. Ну, ведем короля в центр, как-нибудь. Так он оттуда ушел. Ну, вот он сейчас как-нибудь пройдем Д4. Так, это что? С H3 не хочется ходить. Пойдем сюда. У тебя неплохо получается. Б3. Слон Б2. Знаешь, я уже в неком таком созерцательном состоянии. Б3 нельзя играть, будет Кунь Е4. Так, вот это не очень хорошо. Да? Вот так. Да. Придется вернуться. Ну, самое главное признавать ошибки. Ну, тут мы все закрываем. Ну, что-то нас... Чересчур часто нам приходится признавать ошибки в этой рубрике. Мы только этим и занимаемся. Так, ну вот, что ты думаешь вот насчет хода Б3? Ну, он выигрывал. Ход Б3 выигрывал сразу. Вот мы сейчас сюда пойдем и там пойдем Б3. Нет, Бадим Владью. Радикал. Радикал. Нет. Стоп, стоп, стоп. Надо как-то еще решить пару проблем. Ну, вот тут, наверное... Правильно, игнорирую только, нет? Ну, да. Король уже, в принципе, неплохо себя чувствует. Ну, вообще шикарно. Лучше не бывало. Так, ну... Видимо, я должен брать. Камбэк в этой партии вообще начнется, или ты без меня выиграешь? Так, ну вот коня веду на С2. Коня веду на С2. И получается достаточно интересная позиция. Ладья станет на Д1. Ну, ты понимаешь, да? Б3 слом Б2. Так, тут вроде пока ничего страшного. Куда ты его ведешь? А-а-а! Ладья Д1. Ладья Д1, да. А может быть... Может быть... Б3 слом Б2. Ладья Ц1 и Ферзь Д1? Ну, вот он... Согласись, это будет хорошо смотреться. Да-да, согласен. Ладья Ц1 и Ферзь Д1. Да. Понятно из-за. Да. В принципе, позиция получилась интересная. Я не начал ничего менять до того, как мы успеем получить это. Так, вот уже неприятно. Ну, главное сыграть. Так, план-то мы и сделали. И тут, видимо, выбиваем. Так, теперь... Как бы нам не отдать качество? Нет. А просто как бы нам отдать качество, если ты честно? Так, а теперь нужно не пропустить черного Ферзя на черные поля. Да. Вот здесь он будет. Вот он рвется. Сейчас наш Ферзь тоже рвется. Чей Ферзь быстрее? Наш уже пошел. Ну, вот что-то мат скоро хотим дать. М, молодец, 7. Кунь Е6. Кунь Е6. Ну, слон все-таки неплохо, неплохо, наверное, его съесть. Так, ну и нужно второго парня подключать. Не, он в целом не выиграл. Король слишком нехороший, но... Лучше, чем было, по крайней мере. Ну давай, давай, какой G5, сейчас ЧК что-то слидем. Или там Ладья Ж7 будет? Ладья Ж7, я не знаю. Сыграл Ладья Ж7, да. Ну, теперь ДЕ, чтобы Ферзь не выходил. Так, ну... Это на самом деле профилактика. Мы не берем пешку, мы... Просто пытаемся... Да, мы не пускаем Ферзя на Ф5. Он рвется, он рвется, рвется и рвется. Теперь нам нужно вот Ладью поставить на С2. Я думаю, может быть, мы продолжим не пускать Ферзя. То есть Конь Е3 на Ферзь Е7, Конь Ж4. Играем с огнем. То есть вот такая пока у нас политика. Ну да. Ну а как нам теперь на черный поля его не пустить? Не знаю. Так пока. Вот Е5, Е5, Е5. Хороший ход. Спасибо. Ну блин, ДЦ, ДЦ... Ну вот это вообще здорово. Я не уверен, так-то вы... Чего, мы добились, но сейчас король уйдет. Нам бы Ладью куда-нибудь перевести, да? Вот на Д3. Ладья Д1, Ладья Д3. Она там будет блокировать и где-нибудь на Ф3 будет подключаться. Хорошо. То есть пока на черные поля мы никого не пускаем. Ну да. Слушай, я думаю, может быть, короля сюда перевести? А ну вот сейчас надо время добавить нам, да? А, да. Стоп, вот это уже где-то жертва качества планируется. Так может быть пойти конь Е4? Может быть пойти конь Х7? Ну как хочешь. Думаешь, проходит? Думаю. Ну и Ф8 зависит, но зависит от... Думаю, да. Думаю, что прошло. Ну и как бы... И все у нас получилось по итогам. Ну все, король выходит из клетки. Вот мы стремились к этому всю партию, да? Чтобы король вышел. И вот он выходит. Триумфально. Не, ну почему... Я считаю, что мы очень грамотно сыграли по черным полям. Еще надо успеть выиграть. 20 секунд. Ну я думаю... Короля приведи кто-нибудь. Я дадю от жертвы. Да. Пешечник абсолютно проигран. Да. Особенно по той причине, что у белых в нем на одного ферзя больше. Я люблю играть в пешечнике, когда у меня в них есть ферзь, а у соперника нет. Это, наверное, очень приятно. Да, это мой любимый тип пешечников. Ну мат в два. Король... Мат в два, да? Да. Понятно. Да, вот такая вот у нас была интереснейшая партия. Просто обожаю. Всем спасибо за... Да. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Лучшая партия в истории.